В какой из капель воды или ртути количество вещества больше? Во сколько раз? Рассмотрите в случае, когда капли имеют А. Одинаковые массы, Б. Одинаковые объемы. Для начала запишем наши условия. Малярная масса кислорода равна 16 на 10 минус 3 килограмм на моль. Малярная масса водорода равна 10 минус 3 килограмм на моль. Малярная масса ртути равна 201 на 10 минус 3 килограмм на моль. Плотность воды равна 10 в 3 килограмм на метр в кубе. Плотность ртути равна 13 600 килограмм на метр в кубе. Часть А. Масса капель одинаковая. Масса воды равна массе ртути. Часть В. Объем воды равняется объем ртути. Найти в части А. Отношение количества вещества воды к количеству вещества ртути. В части В. Найти отношение количества вещества ртути к количеству вещества воды. Напишем формулу количества вещества. Количество вещества Ню равняется отношению массы к малярной массе. Масса вещества равняется произведению плотности вещества на объем вещества. Эти формулы можно знать. Для начала решим часть А. Рассмотрим количество вещества для воды. Теперь количество вещества H2O будет равняться масса воды на малярную массу воды. Рассмотрим малярную массу воды. Малярная масса воды будет равняться 2 малярной массы водорода плюс малярная масса кислорода. Так как в одной молекуле воды находятся 2 атома водорода и 1 атом кислорода, подставим нашу малярную массу воды в ранее полученное выражение для количества вещества. Тогда у нас получается, что количество вещества H2O будет равняться масса воды, знаменатель. Малярная масса воды – это 2 малярные массы водорода плюс малярная масса кислорода. Рассмотрим количество вещества для ртути. Количество вещества ртути будет равняться масса ртути, знаменатель. Малярная масса ртути. Найдем отношение количества вещества воды к количеству вещества ртути. Тогда количество вещества воды на количество вещества ртути будет равняться. Количество вещества воды мы ранее получили. Это масса воды, знаменатель, 2 малярная масса водорода плюс малярная масса кислорода. Все это разделить на количество вещества артутия. Вы также ранее ее получили. Получается масса артутия, знаменатель, малярная масса артутия. Разделим. Тогда у нас получается количество вещества воды на количество вещества артутия будет равняться масса воды умножить на малярную массу артутия, знаменатель, 2 малярные массы водорода плюс малярная масса кислорода. Все это умножить на массу артутия. Заметим, что мы можем сократить массу воды и массу артутия, так как в части А масса капель одинаковая. Тогда у нас получается в числителе малярная масса артутия, знаменатель, 2 малярные массы водорода плюс малярная масса кислорода. Подставим сюда наши значения и найдем результат. Тогда отношение количества вещества воды на количество вещества артутия будет равняться. Посчитав, получаем примерно 11. Перейдем к части В. В части В рассмотрим количество вещества для воды. Количество вещества для воды, H2O, мы ранее получили. Воспользуемся этой формой. Тогда у нас получается масса воды, знаменатель, 2 малярные массы водорода плюс малярная масса кислорода. Так как нам по условию сказано, что объемы капель у нас одинаковые, запишем массу воды. По формуле плотность воды умножить на объем воды. Подставим нашу массу воды на неполученное выражение для количества вещества. Тогда у нас получается количество вещества для воды будет равняться. Вместо массы воды мы пишем плотность воды умножить на объем воды. Знаменатель, 2 малярные массы водорода плюс малярная масса кислорода. Рассмотрим количество вещества для артутия. Количество вещества для артутия будет равняться. Ранее мы это выражение также получили. Тогда у нас получается масса ртути, знаменатель, малярная масса ртути. Так же как и в предыдущем, запишем массу ртути, как произведение плотности ртути умножить на объем ртути. И подставим его выражение для количества вещества ртути. Тогда у нас получается количество вещества ртути будет равняться, вместо массы мы пишем плотность ртути умножить на объем ртути. Знаменатель, малярная масса ртути. Найдем отношение количества вещества ртути на количество вещества воды. Тогда у нас получается, количество вещества для ртути мы уже получили. Это плотность ртути умножить на объем ртути. Знаменатель, малярная масса ртути. Все это разделить на количество вещества в воде. Мы также это выражение ранее получили. Это плотность воды умножить на объем воды. Знаменатель, 2 малярные массы водорода, плюс малярная масса кислорода. Разделим. Тогда у нас получается, количество вещества ртути. Знаменатель, количество вещества воды. Будет равняться плотность ртути, умноженной на объем ртути. И все это умножить на скобку. 2 малярная масса водорода, плюс малярная масса кислорода. Знаменатель. Малярная масса ртути умножить на плотность воды и умноженный на объем воды. Объем капли ртути и объем капли воды по условию в части B одинаковы. Мы можем их сократить. Тогда у нас получается плотность ртути умножить на скобку 2 малярной массы водорода плюс малярная масса кислорода. Знаменатель. Малярная масса ртути умножить на плотность воды. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда количество вещества ртути на количество вещества в воде будет равняться. Посчитав, получаем 1,2. Запишем ответ. В части А количество вещества воды на количество вещества ртути равняется примерно 11. В части B количество вещества ртути на количество вещества воды равняется на целые 0,2. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Спасибо за внимание.